Нью-Йоркский фестиваль русских документальных фильмов это не только возможность для российских режиссеров показать себя и погулять по Нью-Йорку, а для местной русскоязычной публики познакомиться с ними и увидеть их последние работы. Глобальная цель организаторов помочь любому пытливому американцу узнать о России больше, чем это могут предложить местные средства массовой информации. Шесть лет назад, когда здесь впервые организовали конкурсный просмотр документалистики на русском языке, и эта цель была достаточно призрачной, но сейчас это уже реальность. Фестиваль проходит в Нью-Йорке на четырех площадках, одну из которых предоставил известный американский кинодокументалист Джон Алперт. Он же вошел в состав жюри. Вы видите полная аудитория, нас знают нью-йоркцы и они приходят сюда. Нас поздравляет мэр города Нью-Йорка Блумберг, и это тоже дорогого стоит. То есть кое-чего мы все-таки добились, и мы не останавливаемся. Наша задача помочь российскому документальному кино утвердиться на международной площадке. Во-первых, у нас стало больше фильмов. Во-вторых, мы взяли уже больше кинозал. Почему? Потому что мы изначально показывали в Трайбе кино, когда это был первый год, было немножечко поскромнее, брали немножечко меньше зал. Но люди, как бы, знаете, так восприняли этот фестиваль просто очень хорошо. За три дня в Большом Яблоке зрители смогли увидеть 24 документальных фильма на русском языке. 19 из них входили в конкурсную программу. Среди авторов как именитые российские режиссеры, так и молодежь, а также творцы из русскоязычной диаспоры Америки. Гран-при фестиваля получила четвертая серия российско-британского проекта «Рожденные в СССР». Режиссер Сергей Мирошниченко начал снимать фильм 21 год назад, еще до развала Советского Союза, когда героям было по 7 лет. Потом был фильм о них 14-летних, 21 год, теперь вот 28, и так до конца жизни. Режиссер даже уже готовит себе сменщиков, чтобы проект был обязательно закончен. Я боюсь 35-42 года, боюсь, что мои молодые станут скучными людьми, обывателями. Но думаю, что нет. Они всегда были веселыми, они преодолевали трудности, достаточно весело. Они были самокритичные, ироничные. Они же делают картину, мои герои. Не я, они делают. Я просто им помогаю. Из молодых режиссеров награду получила Анна Колчина за фильм «Посмотрите на меня», главная героиня которого молодая итальянская актриса Эрен Мускара ищет работу в Москве. Специальный гость фестиваля Вилли Токарев уверен, признание в Нью-Йорке приносит удачу. Нью-Йорк – это мировая цитадель искусства. И каждый, кто покажет свое мастерство здесь, как говорится, если он состоится в Нью-Йорке, он состоится во всем мире. Это так уже заведено. Специальная программа фестиваля была посвящена 75-летию Рудольфа Нуриева. Нью-Йоркцы увидели два фильма о нем, а также здесь впервые в широкой публике были показаны кадры из личного архива великого артиста. Борис Кольцов и Анна Скворцова, РБК ТВ, Нью-Йорк.